Добрый вечер, это Голос Крыма и в эфире Черноморская телерадиокомпания Катерина Некреча. Мой гость Анатолий Засоба, лидер крымской диаспоры и на прямом включении из Чангара Ленур Ислямов, владелец крымско-татарского телеканала АТР. Добрый вечер, господа. Ну и начнем, Анатолий, с вашего позволения, потому что включение каждую секунду на вес золота. На самом деле, Ленур, к вам вопрос. Я думаю, что наши зрители, которые следят за новостями, в курсе того, что день сегодняшний начался с таких очень интересных новостей. Обыски проходят в доме ваших родителей, в вашем доме в Москве, у ваших коллег по каналу АТР. И на самом деле, вы вот написали такой пост в Фейсбуке, да, что это с 6 утра происходит. И что у Ислямовой Элизары, значит, обыски у Лилии Буджуровой, я дополню. И обыски проводит ФСБ. Причина, которую называют оккупационная власть, представители этой власти, сегодня на полуострове, да, что вы ведете антироссийскую деятельность. Собственно, из-за этого есть претензии к вам. Какие причины, по вашему мнению, все-таки этих обысков? И многие эксперты говорят, что это ожидаемо, но только странно, что только сейчас происходит. Должно было быть это все гораздо раньше. Что вы на это скажете? Я сейчас объясню. Во-первых, вот сегодня мы уже слышали, и вот то, что все обыски, которые были теми представителями тех самопроглашенных органов, которые были в Крыму, они говорили о том, что уголовное дело открыто 22 октября. Нет, звук о суде. То есть сразу после блокады. То есть, получается, мы начали блокаду 20 сентября, они открыли уголовное дело 22 октября. То есть, если вы помните, в самом начале они говорили о том, что блокада никаким образом на них не повлияет. Что никаких проблем нет, и продуктами питания Россия обеспечит полуостров. То, что все те, кто кричали камни с неба, мы будем жить в России, сейчас что-то изменилось. Что значит, наша блокада все-таки на них подействовала, раз они через месяц, через месяц после нашей блокады, начало нашей акции, сразу же открыли уголовное дело против Рифата Чубарова и против меня. Причем открыли уголовные дела по статье экстремизм, то есть там терроризм и посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Это очень тяжелые статьи, которые позволяют им очень серьезные действия, поэтому обыски происходили даже у тех людей, у которых в предыдущем была моя собственность. Были изъяты документы, все такое прочее. Были маски-шоу в банке, были маски-шоу, 100 человек сегодня было на АТРе, на Сим-Сити-Трансе, были в домах у моей сестры, у Линары, были обыски у моих родителей, были обыски у Эльзары Рустемновны дома, это сотрудница детского телеканала Лале, и потом у нее самой дома обыски, и естественно потом, как у генерального директора телеканала Лале детского телеканала, у нее там тоже на работе были обыски. Изъята вся техника, причем изъяли технику у журналистов 15 минут, орг, вот то, что сайт наш, изъяли технику у сотрудников, у секретарей, у всех, все, что было, мобильные телефоны, изъяли технику дома у Баджуровой, или все флешки, все носители, и мобильные телефоны, личные мобильные телефоны. Я, конечно, много ожидал, но чтобы у журналистов, те, которые уже уволены с телеканала, они являются просто сейчас, так скажем, просто гражданами Украины на полуострове, они не работают на телеканале, формально к ним не должно быть никаких претензий. Но вот как мы и ожидали, что давление будет идти даже на тех людей, которые работали у нас в прошлом, и у них даже не просто там работали, у них даже обыски дома могут проводить, вот как у Лилии Баджуровой. За что этот человек сегодня утром подвергся такому вот наказанию в лице обысков, личным имуществом пострадал, и нервы, и то, что внучка ее переживала, и она сама тоже переживала, вот это для меня это очень тяжело сейчас это все слышать и переживать. Мой сын, у которого тоже утром вломились два бусика с сотрудниками ФСБ, его троллили на то, что давай откажись от отца, скажи несколько слов в том, что в России лучше, чем в Украине, и ты будешь останешься, мы тебя не тронем. Если ты скажешь, не скажешь это, мы тебя отправим в подвал. Вот этот вот троллинг молодого мальчика, которому там 17 лет сейчас, он такой подкованный, такой ершистый у нас мальчик такой тоже, но он тоже, я считаю, что сейчас перенес психологическую травму тоже сегодня. Потому что он не должен был за отца отвечать, какой бы у него отец не был, и какую бы позицию не занимал. Естественно, для ребенка отказаться от отца, наговорить какие-то слова для него, это он на всю жизнь травму бы получил. Он написал матери о том, что там его от него требуют. Естественно, я тут же написал, что скажи любые слова, лишь бы, чтобы тебя там не трогали, потому что как бы там, ну он это даже, этого не сделал. То есть ребенок пережил шок определенный. Сейчас он приедет, я надеюсь, что все-таки он доберется до Украины, доберется, и я смогу как бы его вот обнять. Ленуровне, вам такой вопрос. Вообще очень такое. Вы наверняка ожидали, что рано или поздно такое может случиться. Тем не менее, вы-то находитесь на территории материковой части Украины, где вроде как рука ФСБ быть не должна. То есть вы находитесь вот в такой вот безопасности, но вы же знали, наверное, говорили со своими родными или нет. Как в таком случае, в таких событиях поступать, вести себя, да, или на самом деле все-таки для вас это неожиданность? Знаете, нет, нет. Для меня нет, конечно, никакой неожиданности. Я понимал, с кем мы имеем дело. Со мной же вели беседы очень долго, и мне рассказывали про то, что мы все у тебя отберем. Если ты не повесишь российский флаг, если ты не займешь вот эту вот свою дурацкую вот эту позицию, как бы упертую, все равно Украина ничего не сделает, Украина поматросит и бросит, Украина не способна вообще что-то для крымских татар сделать. Это не до государства, это не до людей, они внутри себя-то разобраться не могут, не только для крымских татар что-то сделать. Это беседы велись не только со мной, со всеми, вот сейчас, кто будет смотреть ваш эфир, это могут говорить любые те, кто что-то представляет от лица крымских татар. Поэтому со всеми велись эти беседы. Мне уже 50 лет, мы пробовали вот на том этапе, который только после аннексии каким-то образом сохранится, пока нам с Киева говорили о том, что давайте вы что хотите делайте, но сохраните народ, чтобы народ не пострадал. Бесполезно, даже 18 мая нам не дали проводить, даже скорбить, то есть нам не дали, то есть проливать слезы по собственным усопшим родственникам нам не дали. О какой культуре, о каком крымско-татарском мире, внутри русского мира можно говорить. Нас ждет в будущем, весь крымско-татарский народ ждет дальше в будущем полная ассимиляция, уничтожение. И всех тех украинцев, которые остались в Крыму, тоже ждет ассимиляция и выдворение, добровольное или принудительное, но выдворение. У меня еще к вам такой вопрос, правда ли, что, потому что есть такая информация, что ваше имущество в Крыму могут арестовать, что касательно вашего бизнеса, есть ли он там на территории полуострова и какая ситуация с этим, да? И все-таки у вас же паспорт гражданина Российской Федерации, насколько я понимаю, то есть в принципе... Нет, 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 смотрите. Нет? Да, объясните, пожалуйста. Я понял, у меня, как у любого крымско-татарина, есть два паспорта. Есть паспорт Российской Федерации, который я получал уже давным-давно, потому что я был в Москве давным-давно уже, да, и вел бизнес в Москве. Есть паспорт гражданина Украины, который я уже получил его в Киеве. Да, супруга у меня была то гражданка сначала Узбекистана, потом была гражданка Украины, потом уже была гражданка России, потом обратно мы делали гражданка Украины. Крымские татары, если вы помните, проходили все вот эти вот круги ада, в которые та предыдущая Украина, начиная с Кравчука, потом Ющенко и потом уже Януковича, вводила за нос весь крымский татарский народ. Поэтому это такая вынужденная мера, да? Когда я обращаюсь, да, я понимаю, когда я говорю, да, конечно, вынужденная мера, когда я говорю сейчас крымским татарам в Крыму, чтобы они поддерживали и не теряли бодрости духа и силу воли, чтобы они проявляли, когда к ним приходят, вламываются дома, чтобы они все-таки терпели и жили надеждой, что Украина вернется. Они мне говорят все почти в один голос, что будет ли Украина в будущем как государство, состоится ли оно как государство и сможет ли оно нас потом спасти и сохранить как народ. Вот сейчас, смотрите, уже день прошел, как все вот эти вот репрессии, которые сейчас происходят в Крыму, оставим даже отношения меня какие-то репрессии. Давайте забудем, что про Ислямова, про Буджурова, про тех журналистов, которые сейчас происходят, сейчас репрессии, должен выступить или президент, или премьер-министр, должна быть от лица государства, должна быть реакция быть на это. Потому что, когда вламываются на территорию частной собственности, но которая находится на территории Украины, а мы считаем Крым территорией Украины, государство в лице президента, то есть его гаранта конституции, он должен выступить и защищать всех людей, в лице которых сейчас совершаются акты, неправовые акты. Поэтому я бы хотел сейчас наверняка, чтобы через ваш эфир тоже это он услышал. И если можно коротко, что сейчас, какая ситуация, закончились ли обыски, да, вы сказали, что имущество изъято, но на самом деле закончились ли допросы, и где сейчас находятся Лилия Буджурова и Эльзара Ислямова? Лилия Буджура уже находится дома, сейчас ей должны привезти ее мобильный телефон, который изъяли, я так понял, что что-то они там с ним делали. То же самое сейчас Эльзара Устемна находится дома, они, конечно, сейчас в себя приходят, потому что шок после всех этих историй наступает только через какое-то время, вы знаете, да, и он потом выходит очень долго, годами, и каким образом он дальше на их здоровье физическом будет проявляться, только зная только сам Господь. Поэтому здесь им тоже сейчас, и Эльзара Устемна тоже сейчас вернут мобильный телефон, который увезли, и технику, которую увозили журналистам, тоже, наверное, вернут, наверное, сегодня-завтра, я надеюсь. Спасибо вам большое. Потому что это все люди, которые пострадали по уголовному делу, которые открыты на меня. Спасибо большое за то, что находите время, несмотря ни на что, включаться в эфир к разным медиа, это на самом деле очень ценно, потому что каждая информация, она очень важна, и наша телекомпания, конечно же, будет следить за развитием событий. И спасибо большое, Ленур Ислямов на включении из Чангара у нас рассказал о ситуации с обысками. Анатолий, вы представляете крымскую диаспору, да, это крымчане, которые переехали на материк, и которые таким образом, наверное, оградили себя вот от этих всех обысков, от угроз, да, от этих дел, или, я ошибаюсь, здесь безопаснее все-таки на материке? Ну, конечно, здесь... Вести, знаете, такую гражданскую деятельность, активную позицию занимать. Ну, конечно же, здесь для людей безопаснее, и для людей с проукраинской позиции активной здесь им легче дышится, и люди продолжают же сейчас переезжать, и мы часто встречаем вот новых переселенцев крымчан, которые, ну, со слезами, да, переезжая границу на сегодняшний момент, которая де-факто существует, вот, смотрят на украинские флаги, на украинскую символику, и, ну, у них как камень с души, да, спадает, потому что они оказываются там, где они бы и хотели, да, на территории Украины, где есть много патриотической символики, где их это вдохновляет, где они чувствуют себя, что это их родина и дом. Я хочу сказать, что эти люди объединены независимо от этнической принадлежности. В нашей организации, в Крымской диаспоре есть люди абсолютно разных этносов и народностей, которые переехали из Крыма. Крым, как мы помним, достаточно поликультурный в своем многообразии, более 110 этносов и народов населяют Крымский полуостров и сейчас. Эти люди, независимо от своих вероисповеданий, этнической принадлежности, еще раз повторюсь, они объединены общей идеей, как раз-таки то, о чем говорил Ленур, процветание Украины и чтобы государство Украины состоялось как таковое. Анатолий, скажите, вы и члены Крымской диаспоры, как относитесь вообще к блокаде, которая уже более месяца длится на административной границе материковой Украины и Крыма? Потому что Ленур Ислямов, как началась блокада, он находится там все время, гражданские активисты там, представители каких-то батальонов тоже там. Но, насколько я знаю по информации от журналистов, которые недавно посещали эти города, Херсон, например, Геническ, очень по-разному местное население к этому относится и чаще всего негативно. Даже есть крымские татары, которые никогда вслух об этом не скажут в данной ситуации вот сейчас, да, но не нравится им то, что происходит на административной границе сегодня. Ну, мы не политическая организация, да, и уж точно не пропагандистская организация, поэтому мы состоим из реальных живых людей, крымчан, переселенцев из разных городов абсолютно Крыма. Поэтому, ну, мнение, которое мы слышим, это мнение простых людей, да, крымчан, которые здесь, которые так или иначе ездят на полуостров, да, к которым родные приезжают, и, конечно же, всей душой мы поддерживаем эту блокаду, да, и люди простые поддерживают такие активные действия для того, чтобы и крымчане сами поддерживают, которые живут на оккупированной территории сейчас. Но, к сожалению, конечно же, ну, некоторые организационные моменты, да, блокады оставляют желать лучшего, и людей, безусловно, повсеместное нарушение прав человека, когда непонятные люди, вооруженные часто люди, да, останавливают не только фуры, да, то, что изначально, когда позиционировалась блокада, жаль, что я не могу задать этот вопрос Ленуру, да, вот. Всё-таки как восстановить порядок и права человека во время вот этой блокады? Потому что это нарушение, куда смотрят правоохранительные органы, да, это нарушение, они не имеют права, участники блокады останавливают простые машины, простых граждан, вот, требовать от них какие-то документы проверять, да, обыски проводить. Мы видели, да, несколько таких прецедентов с вами, которые на самом деле нарушают права человека в государстве. После этого представители херсонских правоохранительных органов говорили о том, о правилах, да, что всё-таки должны только правоохранители, да, осматривать там автомобили. Ну, то, что рассказывали опять-таки коллеги-журналисты, что это стоит правоохранитель, очень часто такая картина, рядом с ним представитель гражданской блокады, и, значит, в то время, пока милиционер просто смотрит, наблюдает, в тот второй проводит такие области. Ну, даже в том видео ваших коллег на Громадском, да, которые как бы пытаются исправить имидж блокады, показывая, как всё порядочно и культурно происходит. Ну, на самом деле, ну, я понимаю, что сегодня очень важно соблюдать позитивный имидж у блокады, но лучше восстановить порядок, да, и не превышать полномочий, которые отведены, ну, активистам, и всё-таки соблюдать законность во время блокады. Наверное, участникам блокады и важно этот имидж позитивный как-то соблюдать, а мы всё-таки пытаемся понять, как оно на самом деле происходит, поэтому слушаем разное мнение. Ну, вот, знаете, мне интересно тоже ваше мнение по поводу этих всех дел, да, потому что вот Поклонская, например, Наталья, так называемая прокурор, да, в Крыму, она говорит о том, что и Ленур Исламов не исключение, и будут ещё, значит, люди, которые таким образом нарушают российское законодательство, по их словам, которые блокируют поставки продуктов, в том числе на полуостров. Ну, вот, например, публицист, известный Павел Казарин, так прокомментировал эту новость о том, что вот собираются об открытии уголовных дел против участников блокады, цитата, «Когда российские силовики возбуждают уголовные дела по факту блокады Крыма, это не слабость и уж тем более не отчаяние, это создание универсальной статьи, по которой можно задерживать и допрашивать любого, кто пересекает Чангар, хотя бы в качестве свидетелей». Согласны ли вы с таким мнением? Да, конечно, безусловно, это имеет право на реализацию, да, как бы и для ФСБ Российской Федерации это очередной инструмент давления на людей, да, потому что, ну, помня, как, пометуя, как и нас выживали из Крыма, да, ещё там полтора года назад, и как происходили эти активные действия со стороны самообороны ФСБ, действительно, в первую очередь оказывается такое мощное психологическое давление, да, угрозы на словах, в колуарах, да, создаются все условия для того, чтобы человека выжить, чтобы человек добровольно покинул полуостров с проукраинской позицией, вот, или же был в отдельных случаях, да, всё-таки привлечён к ответственности по законам оккупационной власти. Поэтому, да, ну, мне кажется, что, ну, наивно было полагать, я думаю, что на это никто не рассчитывал и не предполагал так, но, тем не менее, это ожидаемо, что оккупационная бандитская власть будет себя вести вот так вот по отношению к активистам блокады, вот. Ну, и с другой стороны, хочется поздравить коллег-общественников с тем, что, значит, она таки приносит свои плоды и результаты, потому что, если оккупационные власти на это пытаются среагировать, значит, всё-таки побочный неприятный эффект для крымского полуострова, для этих властей, какие-то сложности эта блокада всё-таки создаёт. Ну, а с другой стороны, может, не нужно провоцировать и так обослённых, значит, представителей крымской власти или, да, ФСБ, которые, ну, вот активно очень работают? Зачем же провоцировать блокадами? Здесь, ну, видите, здесь ещё есть, опять-таки, человеческий фактор, да, кто вернёт жизни тех детей, которые погибли, умерли просто из-за отсутствия медикаментов там, да, кто вернёт судьбы, поломанные этих семей, которые недополучили лекарства, которые связаны, опять-таки, с оккупацией в целом, да, ну, и с блокадой там в частности, вот. Всё-таки недопуск туда определённых продуктов, ну, у нас, опять-таки, напомню, да, мы организация, состоящая из реальных, живых, простых людей, и, ну, есть простые жизненные истории, да. То есть когда не разрешали, вот, во время этой блокады за этот месяц провозить медикаменты какие-то? Да, есть отсутствие, ну, оно там, в принципе, сразу началось, да, отсутствие украинских медикаментов, да, да, в какой-то степени через контрабанду, да, оно поставлялось там на Крымский полуостров с украинской территории. Но это всё-таки судьбы людей, это жизни, да, мы иногда недосматриваем в целом картину, а когда мы имеем на руках свидетельство того, что из-за этого мы лишаемся жизни дорогих нам близких людей, то, к сожалению, это, конечно, неприятные, ну, те жертвы, которые вынуждены нести сейчас жители оккупированных территорий, вот. Ну, и, конечно же, я в очередной раз могу выразить позицию, что человек должен для себя принять решение всё-таки, где он хочет жизни для себя и своей семьи, для своих детей и внуков, да, на оккупированной территории, которая ещё долгие годы будет оставаться оккупированной, да, и не признанной мировым сообществом, или же всё-таки переезжать и быть частью украинского демократического общества, да, строить вместе с гражданами Украины процветающее государство правовое, да, европейское государство, вот. Потому что, опять-таки, ну, когда мы начинаем думать не о себе, не о своём имуществе накопленном, да, не о тех объектах недвижимости, бизнесах, которые там людям пришлось, ну, у каждого оно имеет место быть, а когда мы начинаем думать о наших детях, о наших внуках, то, конечно же, с заботой о них важно принимать правильные решения, вот. Ну, и, опять-таки, я не призываю, да, но каждый должен определиться, где он будет жить в ближайшие годы, и, исходя из этого, делать какие-то предпринимательные шаги. Спасибо за то, что к нам пришли. Я, напоследок, только вот есть такой вопрос интересный у коллег на сайте Крымреалии, да, какие цели преследует ФСБ, проводя обыск у родственников и коллег-владельцев канала АТР. Вот большинство, 50%, проголосовало за то, что это запугивание крымчан, 24, почти 25% прекращение антироссийской деятельности Ислямова, вот, то есть, то, что, да, о чём говорят крымские, так называемые, власти, 14% борьба с гражданской блокадой Крыма, 10% давления на телеканал АТР. Ну, вот, разное мнение на этот счёт, и я думаю, что с каждым днём мы будем узнавать, на самом деле, всё больше информации. Но самое главное, что Ленур, да, вот слушая его, вдохновляющийся, потому что чувствуется сила духа, готовность держать удар, который, к сожалению, пытаются нанести оккупационной власти, да, и чувствуется, что человек с надеждой в светлое будущее делает то, что он делает для всех нас сегодня в этой сложившейся ситуации. Это ваше мнение, спасибо за то, что к нам пришли и поделились им, Анатолий Засоба, лидер Крымской диаспоры в нашей студии. Это был эфир, в эфире Черноморской телерадиокомпании мы говорили о, наверное, результатах блокады, это тоже такая одна, продолжение одной большой истории, которым мы ещё будем, наверное, за развитием, которым будем ещё следить, конечно же. Ну, и оставайтесь с нами, потому что через несколько минут мы вернёмся с новым гостем и с новой темой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова